Канобу.ру представляет Раз так вышло, что у нас с вами полно времени на этих праздниках, то начнем сразу с игровых новинок. Вот так вот внезапно, без какой-либо пиар-подготовки, уже 8 мая выходит отечественная игра от краснодарских разработчиков. Вы меня знаете. Я люблю попинать отечественный игропром. За дело. Но когда я вижу по-настоящему талантливую работу, я становлюсь абсолютно беззащитным и беззубым. Итак, приветствуем! Warlock, the master of arcane! Хороший подарок на майские праздники преподнесли нам в краснодарской студии Inoco, создатели Кодекса Войны и Majesty 2. Перед нами прекрасный фэнтезийный варгейм. Насколько варгейм вообще может быть прекрасным? Вы меня понимаете. Конечно, Warlock никакой не блокбастер и не прорыв. Это качественная игра в своем жанре, отлично раскрывающая тему тактических фэнтезийных варгеймов, сплав цивилизации, Кодекса Войны и Master of Magic. И что уж совсем редкость в наших краях, игра показывает отличный графон. Окей, я все понимаю. Я могу быть необъективным, старым, сентиментальным патриотом. Но посмотрим отзывы наших западных коллег. У Warlock есть потенциал стать поистине уникальной игрой, которую ждет огромная аудитория. Но разработчикам придется постараться, чтобы отполировать игру до западных стандартов. В любом случае, мы будем внимательно следить за этим проектом. Мы, ветераны, держим пальцы скрещенными и ждем выхода Warlock. И хотя разработчики не делятся особыми подробностями до выхода, релиз Warlock может стать настоящим сюрпризом для поклонников жанра. Поучительная саксэс-стори вырисовывается у нас, друзья. Оказывается, в России можно выпускать хорошие игры, не фри-то-плей, без поддержки крупного издателя, напрямую, через Steam. Ребята, смело разрабатывайте. А пиар? Пиар мы вам обеспечим. И снова кикстартер. Честно, мне самому надоело мусолить эту тему, но я никак не могу обойти вниманием этот курьез. Не прошло и несколько месяцев, как большая группа пользователей стала жертвой мошенничества. Они купились на игру с громким названием Mythic Gods and Man. Какой-то проходимец нафотошопил несуществующих скриншотов, повесил объявление и стал ждать наживы. И он ее получил. За то время, пока его не раскрыли бдительные граждане, за что им отдельный респект, жулик выручил почти 5000 долларов. Неплохо за скриншоты, правда? Что я могу добавить к этому? Да я, собственно, все уже предсказал две недели назад в программе «Игропром» на телеканале «Россия-2». На самом деле, сама структура этого сервиса ничем не отличается, по большому счету, от Яндекс.Кошелька. Вы создаете некий счет, куда просите положить деньги. Дайте мне деньги на что-то. Еще такая же схема есть. Это когда вы пишете что-то на табличке, идете в метро и пытаетесь таким образом заработать денег. Вообще, вся эта затея со сбором денег на что-то, пускай даже на игры, мне кажется какой-то гигантской авантюрой. Ведь тот же флагман кикстартера, старик Шефер, не является гарантом качества и успеха. Мы отдаем должное Тиму. Ты крут. Твой фуллфротл лишил меня девственности. Но вот последние видео Тима Шефера меня откровенно пугают. И вот этим людям мы собирали 3,5 миллиона долларов. На что? Нарисованный квест? Вы знаете, в последнее время у попрошаек появилась мода на искренность. Ну, вы знаете, таблички с надписью «Подайте на бухло», «Не хочу работать». И вы знаете, иногда работает. Может быть и Шеферу стоит переименовать свой проект в безбедное существование Тима и его друзей. А что, я бы скинулся. Как-никак фуллфротл. Главный и громкий анонс этой недели Call of Duty Black Ops 2. Я видел трейлер, и он прекрасен. Оцените, какое сплетение тем и сюжетов в одном только трейлере. Недалекое будущее. Войну доверили автоматам и машинам. А в итоге они становятся игрушками в руках террористов. Пришло время вернуться к старым, проверенным методам ведения боевых действий. И тут же начинается фирменный цирк Call of Duty. Слово берет старая гвардия во главе с Фрэнком Вудсом. Верхом на лошадях. Буденный бы всплакнул сейчас. 21 век, нанотехнологии, а кавалерия по-прежнему незаменима. Так им, роботам поганым. Очень жду. Но не все разделяют мой оптимизм. Например, Святослав Торик, редактор страны игр, влепивший в свое время 7 из 10 первому Black Ops. И сейчас это единственный журналист в России, который видел Black Ops 2 вживую. В Лос-Анджелесе. И как его пустили туда после такого? В свое время я слегка похоронил Black Ops. Его чуть-чуть вытянули по оценке, но в целом там реально не больше 7, на мой взгляд, было. И я думал, что такое даже повторить-то вряд ли можно. Но я ошибался. Они готовят не только вот этот вот сингл, да, там довольно дурацкий, линейный, не очень красивый, весь нафиг заскриптованный и так далее, но они готовят еще новые штуки. Ну, вот одна из них мне очень понравилась, например. Называется Strike Force. Судя по тому, что я видел, и потому что я еще не слышал, есть некоторый шанс, что Black Ops 2 получит у меня на этот раз гораздо больше, чем 7.0. Семерка от Торика вновь замаячила над Black Ops. Но я категорически не согласен, и поэтому зову на помощь Игоря Белкина, чьи достижения в Call of Duty нужно увековечить в мраморе. Короче, они взяли фильмы «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Последний герой боевиков», «Все три части крепких орешков», добавили туда Metal Gear Solid 4, и получилось вот это! Какой фу... 7.0! Вы с ума сошли? Это 11! Игорь, мое почтение! Так победим! И вот она главная неожиданность недели для всех конубовчан. Как-то буднично, вскользь, воплях, вдруг появилось сообщение о новом главном редакторе «Канобу» Александре Коныгине. Саша, кто ты? Вот главный вопрос всех пользователей. И почему ты так похож на Шепарда? Об этом мы спросим самого Александра. На самом деле, это общеизвестный факт. В ранних версиях игры Mass Effect на роль Шепарда был выбран здоровый мужчина с раскатистым басом, с такими кудряшками шикарными. И на эту роль пробовался Джигурда. Но, к сожалению, компании-разработчик не смогли получить права на использование его голоса, и у них вот не сложилось, поэтому пришлось взять меня. Ранее я работал на сайте Maxim Online. Это сайт журнала Maxim про ваши любимые сиськи и всё прочее. Ещё до этого я занимался PC-играми, был главным редактором. Это журнал об играх и тоже всём прочим. И совсем до этого я был занят в журнале Game.exe. Так что, надеюсь, всё у нас получится. Честно скажу, нас ждут большие изменения, но вам они, несомненно, понравятся, и мою морду вы будете видеть чаще, чем свою маму на кухне. Добро пожаловать на борт, командор! И усмирю уже Петю Крогана. А я передаю слово очаровательной Карине и её бизнес-новостям. Всем привет! Пришло время увлекательных бизнес-новостей. Начнём мы с успешных и богатых. Британская газета Sunday Times назвала список самых состоятельных англичан 2012 года. В список попали 4 представителя игровой индустрии. Самым богатым был признан бывший владелец сети Game Нил Тейлор, чьё состояние оценили в 189 миллионов фунтов. За ним следуют создатели RuneScape братья Говеры, основатели студии Travelers Tales Джон Бёртон и бывший владелец студии Rare Крис Темпер. Количество предзаказов нового шутера Black Ops 2, который был анонсирован 4 дня назад, уже бьёт рекорды. Стало известно, что количество предварительно купленных копий превысило показатели первой части в 3 раза. Пока никаких конкретных цифр, но напомню, что на первый Black Ops в своё время оформили предзаказ свыше 4,5 миллионов человек. Это были бизнес-новости. Пока! Спасибо, Кариня. А я хочу рассказать вам, во что поиграть на следующей неделе. Напоминаю, что 8 мая выходит в Орлах. Главное достижение отечественной игровой индустрии. Кстати, ждите, мои рецензии на Канобу появятся в самом скором времени. Но я хотел бы вам напомнить о другой, по-настоящему важной дате. 9 мая. День Победы. И в связи с этим славным праздником я наткнулся на одну замечательную инициативу. Ассоциация клубов настольных игр и общественный центр «Моссовет» 9 мая проводит выставку-игротеку, приуроченную ко Дню Победы. Сотни военных настольных игр, 50 игровых столов, выставка моделек и миниатюр, связанных с Великой Отечественной войной. Мероприятие пройдет по адресу Преображенская площадь, дом 12, общественный центр «Моссовет». Вход свободный. По-моему, наш формат «Канобовчане». С вами был Виктор Зуев. С Днем Победы. Всем салют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова